Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас хочу коротенько рассказать, еще дополнить о фитоспорине, потому что когда два дня назад я снимала свое видео, пришел комментарий от Надежды Шаталовой, и она уточнила, сделала уточнение, что фитоспорин разведенный лучше применять в первые сутки, и рассказала много нового, того чего я не знала, чего не пишут на инструкциях. Там я нигде не нашла, что свежеприготовленный раствор нужно быстро-быстро использовать, иначе он будет малоэффективный, а вот она рассказала такие подробности, которые знать, наверное, лучше нужно всем. Спасибо, Надюша, это очень важно, потому что я занимаюсь растениями, больше как углубляюсь в растениеводство, а в микробиологию не очень, но знание микробиологии тоже нужно в огороде. Вот она написала, что эти бациллы в маточном растворе, в густом, они спят, им не нужно ничего, но когда мы их разводим в большом объеме воды, они быстренько просыпаются, и им нужен сразу доступ к органике, им нужно кушать. Если они не получат питание в первые сутки, на вторые сутки половина из них погибает, и этот раствор фитоспорин не так эффективен. Вот я сейчас развела бочку целую, и хочу попробовать через каплю. У меня многие спрашивают, капельным поливом можно или нет. Я врать не буду, ни разу не пробовала, потому что у меня капельный полив вот этот первый раз в жизни, сейчас я хорошо-хорошо промешаю, но я рискнула, решила сделать через каплю, не знаю, получится или нет, расскажу об этом только потом. Но вот про то, что нужно использовать свежеприготовленный раствор, теперь я знаю точно, благодаря Надежде Шаталовой. Теперь у меня уже, когда я прочитала ее комментарий, у меня фантазия богатая, я сразу представила, что в маточном растворе спят такие крошки, бациллы, покачиваясь вниз, не пить им не нужно, только мы их вылили в воду, в большую воду, они сразу просыпаются, сразу начинают искать еду. Кушать, кушать хочется, если мы не дадим им кушать, то есть мы в грунт их не польем, не поместим, они бедненькие погибнут, и фитоспорин наш не очень будет эффективен, не принесет пользы. К сожалению, этого всего в инструкции узнать невозможно, но вот Надежда Шаталова нас просветила, и теперь мы знаем все, что фитоспорин нужно применять сразу, как только развели, 1-2 часа первые, самый он эффективный. Вот сейчас я каплю включу, я все тщательно размешала, чтобы капелька не забилась. И самое главное, что раствор у меня свежий, теперь я буду по-другому относиться к фитоспорину, оказывается эти бациллы такие нежные создания, ну сама нежность, сразу не дашь им покушать, они умирают. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, вот это дополнение к моему видео про фитоспорин, лучше применять его в свежем виде. Человек, который знает это точно, написал комментарий, Ну вот, будем теперь об этом знать мы все. До свидания.